Последние пять лет для подавляющего большинства жителей нашей страны стали по-настоящему тяжелые. Скачок курса доллара, выросли цены на продукты, выросли цены на наши с вами любимые автомобили. При этом уровень доходов у нас остался прежним. И я стал замечать, что люди в последнее время стали больше смотреть, как же там дела на том самом загнивающем западе, в той самой Америке, где живут американцы. И как-то раз прогуливаясь по березовой роще, я вам рассказывал о существовании Юрия, который живет в Америке, и у Юрия есть свой автосалон. Вот именно этому Юрию я предложил снять интересный сюжет для нас с вами. Привет всем, меня зовут Юрий, я владелец автосалона Arustar Moders, нахожусь в Сакраменто, штат Калифорния. Открылся я семь лет назад, получилось так, что я занимался продажей машин, битых машин. Потом я решил открыть автосалон, и с этого момента у меня автосалон. Я продаю машины все подряд, то есть у меня автосалон не новых машин с нуля, а повышенных машин. Я не официальный дилер, а я мультибрат, то есть я продаю все машины подряд. И суть этого сюжета максимально проста. Мы очень часто с вами в комментариях спорим о том, что вот смотрите, в России обманывают, а вот в Америке такого бы не было. Вот в России автомобили дорогие, а в Америке они дешевле. Я подумал, почему бы мне не подготовить ему ряд вопросов, отправить ему, пусть он снимет от себя ролик и расскажет, как это происходит у них. Друзья, вопросы есть, ответы на них уже есть. Такой ролик уже ранее выходил на канале, но я, к сожалению, допустил там ряд ошибок, поэтому ролик был удален. Тем не менее, материал очень полезный, и вы увидите сейчас в доработанную версию. Друзья, всем привет! Присаживайтесь поудобнее, у нас сегодня с вами будет действительно интересный и полезный ролик для общего развития. Поймите правильно, мы не снимаем развлекательного контента, мы стараемся сделать что-то полезное и интересное. Это важно. Поэтому ставьте лайк, пишите ваши комментарии, как посмотрите ролик. Мы начинаем. Поехали! В первую очередь мы начнем с наличного расчета. В силу того, что у Юрия автомобиль с пробегом, я попросил его рассказать о том, сколько стоят у него самые простые версии популярных седанов Toyota Camry, Mazda 6 и Kia Optima 2018 года. Сейчас я хочу коснуться немного момента, когда у нас клиент приходит и покупает машину за наличку. И потом мы перейдем, я чуть-чуть расскажу, есть ли разница, когда клиент покупает у нас за наличку или же покупает ее в кредит. Например, я возьму три машины. Это будет Toyota Camry, Mazda 3 и Kia Optima. Я буду выбирать все машины 2018 года. Toyota Camry самая простая, без всяких наворотов, стоит у нас примерно 17,5 тысяч долларов. Это 2018 год. Kia Optima 2018 год, самая простая, стоит у нас примерно от 13,4 тысяч до 14,4 тысяч долларов. Я могу ее пойти на любую стоянку и купить такую Optima за вот такую цену. Mazda 6 2018 год будет стоить примерно от 14,5 тысяч до 15 тысяч долларов. Это если она простая, в простой комплектации. Я уверен, что цены на годовалые автомобили с пробегом вам покажутся сладкими. Не забывайте о том, что речь идет о базовых комплектациях. И самое главное, что есть цена на автомобиль и есть отдельно налоги. Сколько, чего, как, давайте послушаем. Когда ты покупаешь в Америке машину, налоги на них примерно в зависимости от стоимости машин. Если я купил машину за 60 тысяч долларов, допустим, да, то мне надо за нее таксу заплатить, налог на эту машину, мне надо сразу же отвалить 4, примерно 4,200. Плюс за дороги на год примерно 680-700 баксов. Вот такие примерно налоги у нас на автотранспорт. Такой важный вопрос. Я как-то смотрел на YouTube каналах, люди спрашивают, есть ли интересно мне продавать машину за наличку. Не всегда. Я объясню почему. У меня вчера был такой момент. Пришли ко мне клиенты купить две машины. Это был пятый год 4Runner, шестнадцатый год Hyundai Sonata. Они сказали, что мы платим киаши, дай нам сразу классную цену. Ну, мы торговались туда-сюда. В итоге я обычно стараюсь на машине заработать полторы тысячи долларов. То есть машина мне стала, допустим, десять тысяч, я ее должен продать за одиннадцать с половиной, чтобы мне что-то заработать. То есть моя примерная цена заработка должна быть 1500 долларов. Это я что стараюсь. На 4Runner, да, на пятом году, мне пришлось отдать клиенту машину, и я заработал на нем всего 260 долларов. На Hyundai Sonata я скинул немного цену и заработал 1300 долларов. Почему я это сделал? У меня цель продать ее за 30 дней. Если я машину не продал за 30 дней, я скидываю цену. Потом, проходит 60 дней, если машину я не продал, я опять скидываю цену. 4Runner у меня стоял 90 дней, то есть я должен от него избавиться. Поэтому я вчера его просто скинул, чтобы избавиться. Заработал 167 долларов, но я продал его. Во-первых, у меня наличка. Я продал его вчера. Сегодня я могу пойти на аукцион и купить себе за вот эту цену, которую я продал машину, которая у меня... Просто я как бы оборот, прокручиваешь оборот, свежие машины покупаешь и переподаешь. Когда мы с вами в России покупаем новые автомобили у официальных дилеров, нам всегда начинают предлагать доп. оборудование. Зачастую цены на доп. оборудование в 5 раз выше рыночных. Но мы с вами уже давным-давно это знаем. Давайте послушаем, как происходит покупка автомобилей у официальных дилеров в Америке. Сейчас мы находимся в офисе, где обычно происходит вся процедура покупки машин. В этом офисе люди подписывают контракты на гарантии. Я чуть-чуть об этом тоже расскажу. Когда вы покупаете машину новую, прямо у дилера, вы покупаете эту машину, вам предлагают сразу купить коврики, гарантию на покраску, на краску. Потом у нас называется Bumper to Bumper Warranty. Потом они вам предлагают, я не знаю, если в России есть, у нас допустим предлагают вам покрыть машину, переднюю часть машины пленкой, чтобы она защищала там от всяких камушков и всякое такое. Ну предлагают просто кучу всего. Чтобы вы понимали, у нас вот эти дилера зарабатывают такие деньги. На продаже машин, только на продаже машин они зарабатывают допустим 200 долларов. Но на товаре, на продукте, который они продают, как бы у нас называется back-end product. То есть там включается гарантия, включаются всякие гарантии. Там колеса можно купить на резину гарантию, на пленку вот эту. Ну там куча всего. И они могут еще на этом только заработать 4-5 тысяч долларов, иногда больше. Trade-in. Тема довольно-таки популярная в нашей стране. Она уже набрала обороты. Вы все прекрасно знаете, что бывают в автомобиле ситуации, когда действительно выгодно его сдать. Бывают ситуации, когда вы приезжаете и вам дают очень низкую оценку. Давайте послушаем, как это происходит в Америке. Такой очень интересный момент, когда клиент приходит ко мне покупать машину, но у него есть трейды. Покупает он у меня Кемри, 18-й год. И у него Кемри, 16-й год. То есть он хочет обновить просто машину. Вначале он торгуется о моей машине. То есть идет процесс торговли на 18-й год машине. Потом он говорит, у меня есть трейдин, 16-й год Кемри. Что мы делаем? Мы идем на улицу. У меня есть человек, который делает appraisal. То есть делает оценку машины. Выходим. У нас специально у дилеров есть такой application. Ты сканируешь V-number. И она тебе говорит, что с этой машиной. То есть туда включается Carfax. Вначале мы смотрим на Carfax. Если машина ударена. Если машина когда-то была ударена. Если машина там имеет какие-то проблемы тоже. То есть какой сервис на ней делался. Если там менялось масло. Если там ремонтировалось что-то. Потом этот же application нам говорит. Так, вот эту машину можно взять в трейдин за 8000. Примерно. Я просто говорю номера. 8000 долларов. То есть я прихожу к клиенту. Говорю так и так. Я могу у тебя взять эту машину в трейдин. Но маркет, цена ее. То есть показывает, что я могу ее продать за 9000. 9000 долларов. То есть я клиенту должен дать за нее максимум 7000 долларов. Чтобы у меня осталось 2000 долларов. Может быть там какие-то колодки надо поменять. Масла и всякое прочее. Чтобы я еще хотя бы 1000 долларов сверху на ней заработал. Но всегда я пробую, чтобы вы знали вы. Всегда я пробую. Если мне надо ее продавать за 9000 долларов. Я всегда пробую клиенту дать за нее вначале 5000 долларов. Но это в зависимости от клиента. Клиент иногда знает уже свою цену. И говорит мне, нет, я хочу 6. Я по чуть-чуть планку поднимаю. Но по крайней мере я стараюсь быть на 2000 максимум подниматься вверх. Допустим, я вам покажу. Вот эту машину. Honda Accord. Это 2004 год Honda Accord. Просто в классном состоянии. Она краска чуть-чуть как бы подушатанная. Но я даже вот эти вот царапины, которые здесь есть, я их даже не крашу. Поменял колодки. Масло почистил. И она у нас продается. Я ее взял за 1500 долларов. Я ее здесь же выставляю на продажу за 4900. И я ее просто легко подам. Покупка автомобиля в кредит всегда начинается с вопроса, какая же будет процентная ставка. И очень часто людей сегодня заманивают. Говорят, 6,9 иди сюда. Ниже 10 процентов. Мы тебе дадим классную ставку, но при этом банки умалчивают от нас, что при такой ставке в теле кредита будет что-то еще. Страхование жизни, габ-страхование. Любые дополнительные виды услуг, на котором банки смогут зарабатывать. Многие думают о том, что вот в Америке ставки бывают 2,5 процента. В Америке ставка может быть 6 процентов. Как проходит у нас процесс, когда клиент покупает машину в кредит? Клиент приходит, мы проверяем у него кредитную историю. В зависимости от кредитной истории будет фиксироваться процент. То есть ставка, как она в России называется, я не знаю, у нас называется interest rate. Если у клиента кредитная история 600, допустим, 600-650, у него примерно будет процент 10 процентов, 10,9. Примерно так. Если у клиента 700 и выше, то у него будет процентная ставка примерно 4,9 процента. Самая низкая ставка на данный момент, именно у нас, самая низкая это 3,99. Но это опять-таки, если клиент берет машину на 6 лет, то процентная ставка может немного увеличиться. То есть, допустим, вместо 4,9 будет у нас 5,49. Примерно так. Если он берет кредит на 3 года всего, то у него будет процентная ставка 3,99. Примерно так. И да, друзья, у них большая ставка это 10,9. Хотя в нашей стране 10,9 это минимальная ставка, когда речь идет о честном кредите. Можете не спорить, я вам говорю, как есть. Конечно, можно добиться более низкой ставки, но это все сугубо индивидуально. При этом я задавал Юрию вопрос, слушай, но если берут в кредит, есть же какие-то разводы, то есть в тело кредита что-то вкинут, он отвечает просто, что при таких условиях вы получите только страхование по автомобилю, либо гэп-страхование. Страхование жизни как такового, как отдельная услуга на большую сумму, я так понял, у них не существует. Если вдруг вы проживаете в Америке и знаете, что есть дополнительные разводы, как в России, напишите обязательно либо в комментарии, либо в личные сообщения. Когда клиент у нас покупает машину в кредит, мы можем предложить ему страховку, то есть покупает он машину, мы ему предлагаем, вы хотите гарантию купить там, чтобы у вас покрывала гарантия двигатель, коробку, у нас называется трансмиссия, все по ходовой части, по электронике и всякое прочее. Клиент, если говорит да, мы на этом тоже зарабатываем. Если, допустим, мы продали ему гарантию за 1500 долларов, то получается я ее купил за 500-600 долларов, то есть я на ней еще зарабатываю по-разному, бывает 900 долларов, бывает, конечно, 500 долларов, но по-разному. То есть это за сколько ты сможешь клиенту эту гарантию продать? Еще что предлагается, мы можем предложить гэп, называется гэп, я не знаю, как на русском, у нас называется гэп иншеренс. Он продается у нас за 900 долларов, покупаем мы его за 400 долларов, то есть мы на нем зарабатываем еще 400 долларов. Это все, что мы можем продать, больше никаких накруток мы лично не можем сделать. Официальные дилеры, допустим, Кия, Тойота, у них намного больше возможностей. Мы, всего у нас два момента, где мы можем зарабатывать деньги. Как же выгоднее купить автомобиль? Одно время в нашей стране бытовало мнение о том, что если вы приходите в автосалон с сумочкой денег, садитесь, то вам сейчас делают более выгодные предложения, нежели чем вы будете покупать автомобиль в кредит. И с одной стороны, так и есть, потому что покупая за наличку, вот автомобиль стоит миллион рублей, и вам говорят, для тебя сейчас 980, даже 20 тысяч рублей тебе скидка, это честная прямая скидка. Покупая автомобиль в кредит, ооо, ребята, вы уже знаете то, что здесь, как говорится, черт ногу сломит, за всем нужен глаз да глаз. Мне иногда выгоднее машину продать в кредит. Расскажу почему. Приходят ко мне клиенты, я проверяю у него кредитную историю. Если у него кредитная история классная, хорошая, да, то мне лучше ему продать машину в кредит. Почему? Банк и говорит, я даю клиенту процент 4,9, но ты можешь ему дать процент 6,9, то есть 2 процента ты забираешь себе. За эти 2 процента, если, допустим, у меня машина за 40 тысяч долларов, 2 процента, это большие деньги идут мне в карман. Есть другие банки, которые тоже высылаю им информацию клиента, и, допустим, машина стоит 20 тысяч долларов. Банк мне сразу, даже мне не надо продавать ему эти проценты, он ему дал процент 4,9, я также подписываю клиента, но банк в счет того, что я клиента ему отправляю, он дает мне бонус в виде 1 процента. То есть 20 тысяч долларов, 200 долларов на ровном месте, мне ничего не надо делать, идет мне в карман. Поэтому я говорю, что иногда мне выгоднее продавать машину в кредит. Иногда клиент приходит и говорит, вот эта машина у тебя стоит 30 тысяч долларов. Он говорит мне, я тебе даю наличку, продай мне ее за 25. Я ему говорю, слушай, чувак, мне не выгодно тебе ее дать за 25 тысяч долларов. Он говорит, почему, я тебе даю кеш, я тебе даю наличку. Я говорю, а мне все равно, для себя нам выгоднее продать в кредит. Когда клиент у нас покупает машину в кредит, у него страховка должна быть обязательной. Называется у нас full coverage insurance. Машина обязательно должна быть застрахована полностью. И там из-за здоровья, и полностью машину, если твои ударили, ты ударил, она полностью должна быть застрахована. Если страховки нет, банк нам, дилерам, деньги не дает, пока у клиента нет страховки. То есть мы клиенту сразу говорим, ты покупаешь машину, страховка должна быть прямо сейчас. Процесс такой, клиент покупает машину, садится и ищет себе страховку. Покупает страховку, только лишь тогда мы машину ему отдаем. Очень интересный вопрос о скручивании пробега. Если речь идет о вторичке, когда вы покупаете у вашего соседа, понятное дело, что он вам с честными глазами может говорить, Миш, Мишань, я разве могу обманывать? При этом он скрутил 1050-100 запросто. Многие думают, что покупая официального дилера, такого не будет. Ведь это же официальный дилер, юрлицо. Если вдруг что, друзья, официальные дилеры точно так же могут скручивать пробег, могут от вас его утаивать. У нас пробеги не скручивают. Это просто противозаконно. Если я купил машину, и я скрутил пробег, и не дай бог об этом узнает специальная служба, у нас этим занимается, что я это сделал, мне крышка. Меня посадят, бизнес закроют, и все. С этим у нас не шутят. Слышал, что есть такие дилера, которые просто работают одним днем, заработать бабла сегодня, они этим занимаются. Слышал. Но я лично никогда в жизни с этим не игрался. Потому что у меня цель работать в долгую. То есть у меня не цель заработать деньги сегодня, а я хочу, чтобы мой бизнес процветал не 7 лет, а сколько я от этого захочу. Поэтому с этим я вообще не шучу. Как происходит продажа автомобилей после ДТП? Что официальные дилеры, что неофициальные дилеры. Принцип один и тот же. Поставили машину, если она хорошо сделана, то вам никто не будет говорить, что в эту машину влетел КамАЗ. Она была в печальном состоянии, мы ее собрали, но она сейчас, смотрите, новенькая. Я лично встречал людей, я лично снимал и показывал этих людей вам, которые покупали как у официальных дилеров вбитые машины, так и неофициальных. Про них я вообще даже не говорю в нашем ролике, потому что неофициальные дилеры в России могут делать все, что угодно. И им за это ничего не будет, потому что никакой закон они не нарушают. Продаю ли я машины, если они были в аварии? Продаю. Без проблем. Мы эти машины можем продавать. Кстати говоря, если машина просто, мы поменяли бампер, фару, такое все, я не должен указывать, я не должен клиенту говорить, что там есть авария. Если машина была ударенная фрейм, это лоржероны, по-моему, на русском, то я обязательно должен указать, что она была ударена. Именно лоржероны, именно вот этот фрейм. Это означает, что кузов был ударенный, чтобы клиент знал, что она была в серьезной аварии. Если она была просто косметически чуть-чуть ударена, там капот, фара, крыло, я этого не должен указывать. И вот задайте себе вопрос, что будет, если вы пришли, купили автомобиль у неофициального или официального дилера, и спустя некоторое время вы узнали, что автомобиль битый. Ну что будет? Вам придется судиться, вам придется доказывать. Здесь все, как обычно, будет на стороне людей, которые вам продали этот автомобиль битый, а не на вашей стороне. Давайте послушаем, что же сделают американцы, если они оказались в такой ситуации. Был случай у нас такой, что клиент купил машину, и я забыл указать. Поначалу я даже этого как бы не знал. Клиент обратился в какую-то компанию. Ему сказали, что она была ударена. Вернулся ко мне, говорит, так и так, эта машина ударена. Или же ты ее забираешь, или же я тебя беру в суд. И, конечно же, я ему сказал, что если я тебе дам. Я, как сейчас помню, я ему дал 3000 долларов. Просто мы там заключили договор, что я ему даю 3000 долларов, и он от меня просто отстает. И все, на этом мы закончили. Я попросил Юру рассказать о самых распространенных обманах в Америке при продаже автомобиля. Его история меня просто повергла в шок. Самые распространенные обманы в нашем деле. Первое. Я выставляю машину, допустим, за 17 900. Она везде онлайн распространилась. То есть у нас есть одна платформа, и она раскидывает по всем сайтам эту машину. Ценники, все-все-все. Комплектации, модель, марки, год полностью. То есть 17 900. Теперь, приехал ко мне клиент на стоянку и спрашивает, какая его цена? Какая цена машины? Я говорю, вместо того, чтобы я сказал 17 900, я хочу жадно и больше заработать, я ему говорю, она стоит 18 900. Клиент ее покупает. Потом, если, не дай бог, клиент увидел эту машину онлайн, что она стоит у нас 17 900, но я ему продал ее за 18 900, он обращается у нас, специально есть служба по этому делу, обращается к ним и говорит, так и так, эта машина стоила 17 900, но мне Aru Star Motors, это моя дилерская, продал ее за 18 900. Они берутся за меня, и меня по полной программе просто за это дело накажут, мало не покажутся. Друзья, ну вы представляете, то есть в нашей стране ты выставил автомобиль за 19 тысяч, приехал человек, ты видишь то, что он горячий, готов купить ее за 20 тысяч долларов, ну допустим, покупает автомобиль, просто yes, заработал больше, чем хотел. И ты не думаешь о том, что он может прийти с полицией, с прокуратурой и сказать тебе, смотрите, на каком-то сайте объявлений была цена 19 тысяч рублей, все, ты продал, ты видел машину, ты купил. А там же, там же совсем другая история. Клиент приехал, хочет купить машину в кредит, но это случается только с плохими клиентами, плохие, то есть не плохие клиенты, а плохая история у клиента. Дается ему бумага, он спрашивает, какая у меня, какая у меня процентная ставка, сколько у меня monthly payment, сколько мне месяц надо будет платить и всякое прочее. И ты ему все, как бы это не обман, но ты ему все не договариваешь, то есть ты говоришь ему, платежка помесячная там 300 долларов и у тебя процентная ставка там 10%, допустим, 10%. Но на самом деле я ему не сказал, насколько длинный вот этот у него кредит на 5 лет, на 3 года или на 4 года. То есть я вот этот момент ему не говорю. Клиент приходит домой, начинает документы читать, а у него вместо 3 лет, да, у него там 7 лет или у него там 6 лет. То есть, потому что банки зарабатывают на... чем дольше лон, тем больше денег банки зарабатывают. Знаете, иногда же интересно послушать, как люди живут. Я задал Юре прямой вопрос, как живут американцы, которые зарабатывают достаточное количество денег, не которые там миллионеры, миллиардеры, а которые зарабатывают чуть больше среднего. Я на самом деле удивился, хотя его ответ был краток, но послушайте, что он сказал. Давайте теперь поговорим о людях, которые работают и зарабатывают нормальные деньги, и как они живут. На самом деле американская жизнь – это такая система, если ты зарабатываешь 10 тысяч баксов, например, ты по-любому эти все 10 тысяч баксов будешь тратить. По-любому, это такая здесь система. Сколько ты зарабатываешь, все же деньги ты выкинешь. Менеджеры, допустим, которые у меня работают, у меня есть люди, которых я нанял, это если меня нет на работе, у меня все равно работа идет. То есть мне даже здесь не надо присутствовать. Они зарабатывают у нас немаленькие деньги. Как они живут, многие из них покупают машины, все в кредит. Тут люди просто не научены покупать за наличие, просто такого нет. Кто как. У меня есть пару менеджеров, зарабатывают такие деньги, а катаются все равно на 2001 год Кемри. То есть по-разному люди, кто как живет, кому как нравится. В Америке люди машины меняют по статистике каждые 3 года. Особенно вот латиноамериканцы, они покупают машину раз в 3 года. Он купил, у них самая распространенная машина, это Chevrolet Chevrolet, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, это их тачки. То есть он покатался на ней 3 года, приехал, сдал, купил новую машину. Вот раз в 3 года они покупают новые машины. Поэтому важно очень заработать доверие к тебе, чтобы к тебе тот же самый клиент вернулся через 3 года. Вот такая вот у нас цель. Примерно содержать машину, как бы дорогую, не так уж сильно и выгодно. Бензин у нас стоит на данный момент, 91-й, это примерно у нас стоит 4 доллара 10 копеек. Дизель примерно 3 доллара 90 с чем-то, около 4 долларов за дизель. На газу машины очень редкие. Я даже не знаю, сколько стоит заправить газ. Такой у меня прикол был с этими машинами на газу. Приехал человек, привез 2001 год Honda Civic, она у меня там стоит. Она на газу. Мы даже не знали, я ее взял. Почему я рассказываю? Я ее взял на трейд-ин, думал обычный Civic. Короче, начали проверять, закончился газ. Поехали заправлять, а она на газу. Чтобы заправить газ, это мне надо ехать 40 минут отсюда, чтобы заправить газ. И так, короче, она у меня застряла, завалялась там. Надо все до нее добраться. И плюс продать ее, это целое дело. Я никогда не продавал, но слышал, у меня много друзей, дилеров есть. Слышал, что это очень сложно машину на газу продавать. Поэтому вот так вот я и с ней попался, с этой машиной. Я думаю, никто бы из вас не отказался бы отправиться в Америку в качестве туриста погулять, посмотреть, как это все происходит на деле, окунуться туда самостоятельно. Точно так же мы с оператором мечтаем, хотим съездить в Америку, поснимать видеоролики. Я посчитал, чтобы получить визы, купить билеты туда и обратно, снять жилье на месяц, чтобы ты мог насладиться, все посмотреть, все пощупать, питание, переезды, расходы. В общем, тысяч 6-7 долларов нужно как минимум, для того, чтобы ты с комфорта мог передвигаться и ты мог снять все видеосюжеты. Парни, вот таким получился этот видеоролик. Ссылочку на канал Юрия я, конечно же, оставлю в описании. Если у вас будут какие-то вопросы к нему, пишите. У меня же на этом покажется все. Обязательно поставьте лайк или дизлайк. Напишите в ваш комментарий, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Возможно, вы живете там и вам есть что рассказать. На этом покажется все. Подписывайтесь на инстаграм канала. Дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч всем. Пока, Мака. Фамилия, приготовьтесь, потому что у нас есть очень большая на Ауростам Вортерс. На первой неделе, мы celebrаем, смотрите, на 4 сентября, так как вы можете купить машину с 4 долларов. 4 долларов. Только в Ауростам Вортерс. Нажмите на предупреждение на 916-293-0507. И купите машину с 4 долларов. На Ауростам Вортерс, aquí в Сакраменто.